Из Тверской области на передовую отправляется очередной гуманитарный груз, собранный волонтерами штаба «Помощь Донбассу». Самое ценное в составе отправления — это автомобиль. Ему даже придумали имя волонтеры, нарекли его «Батя». Он поедет на подмогу нашим десантникам. Что еще ценного в очередном грузе, рассказывает наш корреспондент. Коробки и мешки с ценным грузом ждут отправки в зону СВО. Волонтеры закупили все необходимое, упаковали и приготовили к погрузке. Здесь и дорогостоящая техника для бойцов, например, коптеры, прицелы, телефоны и прочие гаджеты, и тактические носилки, и одежда для раненых, и саперные кошки, и маскировочные сети вот такого формата. Они не плетеные, а нарезаны лазером. В этом рулоне около 300 квадратных метров. И чем они удобны? Что ребята сами отмеряют тот размер, который им нужно, то, что им надо укрыть. Сеть изготовила Тверское производство. Кроме того, отправлений ждут письма и стен газеты от тверских школьников. Они будут переданы пациентам военного госпиталя. Еще по грузке ждут два комплекта резины для одного из подразделений наших бойцов. Повезет прямо на передовую это все очередной автомобиль, приобретенный на пожертвования горожан. Часть очередного гуманитарного груза – вот этот пикап. Волонтеры уже, согласно сложившейся доброй традиции, даже дали ей имя – батя. Он полностью обслужен на завышенной раме, покрашен и отправляется на подмогу нашим десантникам. Батя 12-й автомобиль, отправленный волонтерами в зону СВО за этот год. Уже через сутки он будет доставлен к месту назначения, как и весь остальной груз, заполнивший кабину. И еще два УАЗика только готовятся к отправке. Волонтеры работают почти без перерыва, чтобы груз был собран и отправлен вовремя. И если год назад в преимуществе были медицинские принадлежности и лекарства, то в этом техника. В ближайших планах мы опять собираем деньги еще на один автомобиль сейчас. Планируем закупать стандартно опять прицелы, коптеры. Все формируется по прямым запросам из зоны проведения специальной операции. Все это – результат слаженной работы многих людей. Волонтеры говорят, важно участие каждого. Даже 50-100 рублей имеют большое значение. Ответственность и высокий уровень патриотизма гражданского общества отметил и глава региона Игоря Руденя. Тверичане с первых дней СВО объединились в целые волонтерские организации. В том числе так появился и Тверской штаб «Помощь Донбассу». Они собрали в одну команду и предпринимателей, и врачей, и просто неравнодушных, которые жертвуют средства, вяжут носки для воинов, шьют спальные мешки, помогают в подборе техники и упаковке грузов. Кроме того, в зону СВО и на новые территории при поддержке регионального правительства отправляются гуманитарные грузы. Недавно в Белгородскую и Херсонскую области уехали грузовики с наборами первой необходимости для населения. Мы, Тверская область, люди, наши волонтеры, уже отправили нашим солдатам в зону СВО более 500 тонн гуманитарных грузов. Исторически наша область всегда всем помогала. Поэтому, я думаю, в этом есть наши силы, что трудимся, работаем, помогаем и двигаемся вперед. Каждый участник, говорят волонтеры, каждый рубль в копилку играют пароль решающую роль. Так небольшими усилиями каждого делают большие и полезные дела. Для страны, для соотечественников и для победы, которая куется и на фронте, и в тылу. Продолжение следует...